Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да хватит поясничать! Вы что устроили? Где вы находитесь, вы помните? Есть версия, да? Мы находимся в молодёжном центре Акбар с минимальной арендной платой. Заткнись! Сдурел, что ли? Пока реквизит быстро положили на место и ему марш готовится закулиться, чтоб я вас сняли её лапче всех! Александр? Вы изучили включать микрофон? Нет? Он у вас работает? Вы почему не позволяете себе кричать на мой коллектив, скажите, пожалуйста? Ага! А вы что ставите, спецелите? Ну-ка быстро, ну-ка быстро! Нельзя, так сразу. Нельзя. То есть твой коллектив, да? Ты пригласил оркестр. Это твои друзья. Вот, пожалуйста, на них и кричи. Ах, то есть твой коллектив, а мой оркестр? Ну, конечно, ничуть с ней не можете сделать. Даже ночей шоу. Понятно. А дайте мне, пожалуйста, фанфар, друзья. Аплодисменты. 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 у всех слезы, недумлённые взгляды, шоу джит по юмору «Начало»! Я такую хоть шутёку какую-нибудь сказал, всё-таки юбористическое это шоу. Какие шутки, Александр. В мире финансово-экономический кризис. Цены растут, налезовая зарплата не власть. Страна пьёт. Какая страна? Какая, Саня? Финляндия и Россия же. Россия – это самая читающая страна в мире. Самая читающая страна в мире была до 1985 года. Этой проблеме мы посвятим первый номер. Забойное чтение, друзья! Короче, мужики, придётся спасать это шоу. Давай! Во! Во! Рoutez, посвящ185, Субтитры создавал DimaTorzok Смотри, чё, а? Срепёт тебя уже! Ты совсем обдохнили, а? Ты чё, себе позвони, ну-ка, дай книгу, пойми тебе, я сказал, и что больше я тебя здесь не видел! Ну я ж только одну страницу! Пошёл вон! Мы для вас стараемся, мы для вас вот столы и новые поставили, а барная стойка у меня, обратите внимание, произведение искусства, вот меню обновлённое, ну чего там только нет, роман, рассказы, и публицистика, автобиография! Гарри Поттер! Что? Гарри Поттер! Гарри Поттер, рукопись! Живое, понимаете? Из вас всех это понимает кто? Никто! Ну а может хотя бы в долг запишешь, а? 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 Сейчас! Здрааааасс-с-с-с-с! У него раздвоение личности. Бойцовский клуб создал он сам. Молодые люди, у нас и со своим нельзя. Мариночка, забери феникнигу скорее. Будете уходить, отдам. Можете оставить себе. Господа и дамы, у меня сегодня родился сын. Три двести богатырь. Ну, допустим, ура. Каждому книгу за мой счет. Ну-ка, а ну-ка, встали, в очередь, быстро я сказал. Я первая. Сударь, я вчера в одни очи войну ими рассилил. Тяжело. Тяжело мне. Есть у вас что-нибудь полегче? Конечно. Для таких случаев я здесь, в библиотекте, храню букварь. О, спасибо. О, А, В, В, Г. Господи, спасибо. Не за что. Обратите внимание, Мариночка, это зарубежная литература. Уважаю, это вам. Ну, кому зарубежно и кому рад пойду. Забыли слова в самом начале шоу, Михаил? Ну что ж, держите, вот вам сценарий от миниатюры. Спасибо. А я все-таки вспомнил. А есть ли у вас что-нибудь из детективов? Артур Коном дуэль кончился, поэтому вот, держите вам Дарья Донцова. Спасибо. Ну, а для молодого бабаши у нас от заведения скромный подарок. Пойду не надо было. А что ж, в самом деле, друзья, почему сидим? Давайте встанем. Усекли открыто. Давайте прочтем. За молодого бабашу. Ура! Господа! Перед следующей главой перерывчик небольшой. Ай! Ай! Мариночка, ваши волосы словно закатом в городе Мадридистов Испании. Не хотите ли провести вечер под книжечку Франсуара Бле? Да. Шо? Я с начитанными не знакомлюсь? Да я одну страничку. Так. А что происходит? Работаем. Там, Мариночка! Протрите стол. Ну, это же невозможно. А тебе че дома чистых столов не хватает, а? В глаза мне смотри. В глаза, говорю, смотри. Вот так. А че это у нас глаза какие умные, а? Ты че читал? Да нет! Так, подожди. Дай сказать. Ну, мадамну, с кем не бывает имя. Решил сударь прочесть. А в пятницу вечер как? Никак. Я пойду свежим воздухом подышу. Ага. Я его ищу везде. А он-то у нас в библиотешной, но с дамами знакомится. Ну, не вы тут. Слушай, а может, я тебя уже не устраиваю? А? Да? Да. Ты пополнила полгода назад. Да потому что я беременная, придура. Ну, мадам, ну с кем не бывает деться? Идейское же дело забеременеться. Ну, я никогда не помню. Да. А я думал, дед меня там к низке прячет, а? Ну, мадам, вообще-то у мужчины сегодня родился сын, да не просто сын, три двести богатырь. А между прочим, у молодого человека, видимо, каждую пятницу по богатырю рождается, да? Вообще-то в библиотешной должна быть тишина. Вот. Ну, давай помолчить, а что мы вернемся? А что мы вернемся? А то рожу. Только этого нам не хватало. А ты куда пошел? Мы ж не договорились. Но ты не обо мне. Ты аж ребенке подумай. Вот давай с тобой помечтаем. Давай. Вот приведем мы с тобой его в первый класс. Вот что люди-то скажут. Какой кричит вы мать? А, смотрите, идет сын на литератора. У него батя больше всех в городе читает. Ты нам с ним такой судьбы-то охочешь. Да у нас же класс Марина. А челета я там, да более знакомый сердцу, хриплый голосочек. Слышу? Лариска, ты лето? Я смотрю, не одно мое имя за пятку надам. Иди прочтись. Хорошо. Лариска, я смотрю, ты меня не дождалась. Алеш, ты все не поешь? Да не надо! Все вы одинаковые песни поете. А ты, ты хоть знаешь, как мне было тяжело там? На филологическом. Я же вот этими руками, страницей, 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 страницей. У меня же все пальцы в таретах. А у нас там целый факультет таких. Мы, где ты ночь, что книгу за книгой, книгу за книгой. Вот именно, что книгу за книгой. А мне этого не надо, понимаешь? Я ж когда кабанов встретила, подумала любовь. Да все вы, мужики, одинаковые. А я любви, понимаешь? Хочу. Ой, не надо любви. А, что вы делаете? За филфакт! Ой, да-а-а-а-а! Ой, да-а-а! Господа, это конец! Давай-давай-давай! Aldite книгу! Вы слышали новость? Скоро все люди перестанут читать. Книги вообще не нужны будут. Их будут сдавать в специальные помещения. Макулатура. Слово-то какое страшное. И что даже Донцову? Да Донцову, голубчик, в первую очередь туда. Вместо книг жидкость какая-то появилась. На вид прозрачная, а на вкус противная и алоэ. Может, Дином займетесь, а? Вот, кстати, благодаря этой жидкости все женщины на свете красивыми станут. Что? Даже она? Что надо? Да даже она! Я что у тебя? А все библиотечные вообще подзакрывают! Ой! Вот как она! Ой! Дайте книгу! Книгу дайте! А что делать-то нам, Димка? А? Так это? Запасаться? Запасаться! Запасаться надо! Запасаться надо! Верно! Не дадим в обиды чтиво! Да! Читатели всех стран! Объединяйтесь! Да! За КПЗ! Что? За книжную партию страничного самоуправления! А? Да! Так, подожди-ка, Димка! А что это от тебя так странно пахнет? Ну-ка, дыхни! Дыхни, дыхни! Ой, фу! Бензин? Не бензин! Ацетон? Нет! Нет! Ну а что тогда, Димка? Да жидкость я ту уничтожал, братцы! Да, видимо, одному мне не справиться, подсобить бы мне! Подсобить! Глядишь, и вся страна уничтожать начнёт! Уже начнёт! И пока ту жидкость не изничтожим, Ни одной странички не пройдёт! Бери! 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 Не плачь по мне, родная, спасу мир, не вернусь, но домой. За Чучева! За Пушкина! Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте! У вас свобода! Извините, пожалуйста, можно к вам присоединиться? Вы не против? Пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Оооооо! Моя Fusion е spo Espere Моя плавно Продолжение следует... 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 Присаж... Продолжение следует... 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 И веса к нему И вот народ на площади Более не уставался И так и покурит А вовсом сразу Так как раз Сожелом не кролпит Похалился и упустил И радостные лица И вовсом срочно И вовсе не кролпит И вовсе не кролпит А вовсе не прощает И вот народ на площади Передал я И я называл Украина И здесь И я называл Как нему И если вы Одно Но Новый брэ Винница Человек Никаким Новый брэ Винница Забивает гвоздь рукой Новый мэр Федерсан Заломал с того пени Новый мэр Федерсан Назвал ложку Аксей Вы спросите Как же так? Просто Новый мэр Старого брата Эй Лапа-апа-апа 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 Лапа-апа-апа-апа Слушай, но после такой песенки ты можешь покинуть навсегда? Нет, объявить себя главным рокером молодежного центра Агварс, как минимум. Может даже организовать свой собственный фан-клуб, сейчас секты модные просто. Я понимаю. Люд может назвать ее Юдиной Веры. Это люди, которые верят. Которые живут в поселке Юдино и очень верят. Нет, они сначала верят, а потом живут в нем. И верят в то, что они когда-то оттуда перейдут. Друзья мои, ваши аплодисменты Дмитрий Юдин! А можно я себе оставлю? Мне очень понравилось. Давай, косуха. Она родит мне с ликвида, поэтому забирайте. Все, аплодисменты, друзья мои. Дмитрий Юдин. Ну, хоть скоро мы уже говорили про красные сетки и суреверия. Вадим, у вас был годящий. НОВЕЮ СУЕВЕРЫ Сдайте, суеверы! Нашел я место для нашего обитания! Ну наконец-то! Подожди, новенький! Вначале кошка. Ну-ка, Тофи, что скажешь? Хорошо. Ну, дети мои, можно и присесть. Привет на 100 лет! Привет на 100 лет! Сегодня ночью пришли ко мне новые суеверия. Расскажи, Виталий! Первое суеверие. Если вилку на пол ранил ты, то нужно постучать по полу три раза и сказать дома все. И тогда бережешь ты дом свой от гостей незваных. Там что-то горит. Так и я тушить пойду. Как? Баба с пустыми ведрами пожар тушить пойдет? Ну да. Ты что? Присеть на дорожку! Ну конечно, присеть на дорожку! Правильно! Правильно говоришь с едной! Алюминь! Алюминь! Второе суеверие. Если на ногу кому наступил ты, то дай наступить в ответ. А иначе маменька твоя отправится на небеса раньше времени. Я знаю! Я знаю! Фу-фу-фу! Где ты что? Ой, новенький! Ты ж зеленый еще совсем! Тут не поможет это. Тут по дереву нужно постучать три раза. Тяжело! 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 Верно! Когда мне было пять лет, меня перешагнули. С тех пор я перестал расти. Если ты меня слышишь, не проходи мимо, перешагни обратно. Тяжело! 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 Ты что, новенький? Суть просыпал? А? А? Что такого? Так сори это! Собака ты сутула! Чего ты сказал? Я же говорил! Чего ты сказал? Я же сказал! Я же в пятницу тринадцатого! Ты его же лесопосный! Судный день будет! Убьем себя! Убьем себя! Убьем себя! Привет на сто лет! Привет на сто лет! Привет на сто лет! Ой, дети мои! Есть способ один очень древний, очень страшный. Как избежать нам участи этой? Ну, дитамира, скажи, парень! Нужно соль просыпанную взять и бросить через левое плечо. А получится ли у нас? Конечно получится! Главное верить за алюминь! Алюминь! А ты что, это ничего не делаешь, а? Что, усомнился во мне? Еще вчера я был нищим, а уже сегодня стал богатым и успешным. Почему? А? А? Я просто перестал свистеть в помещении! Главное верить! Главное верить! Главное верить! Слышишь? Ой, дети мои! Чувствую, я пришли ко мне новые суеверия. Я скоро приду, вы меня дождитесь! Алюминь! 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 Что-то кушать хочется, а? Ой, я как раз арбуз с собой взял! Что? Ты что, новенький? Да нельзя же народу суеверному арбуза есть! Ну? Да почему? Да вот! Когда мне было семь лет, я решила скушать кусочек арбуза. И совершенно случайно проглотила семечку. С тех пор у меня внутри и растет арбуз. Вот, переверчить! Вот, переверчить! Так-то все. С меня хватит. Я пытался верить, правда, пытался. Но все это... Все это... Чушь собачья, понятно! Все, что он говорит, самому придумать можно! А, ну давай! 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 Придумай! Если солнце садится, то к ночи это! Если водка плохо идет, обратно ее здесь не будет! А можно посложнее? Да, давай! Давай! Если друг попросил за палец дернуть... Ага! Ну не дергай ты подвох там! Точно! А, если работаешь ты, то к деньгам это! Ага! Но только не для актера! Ага! А, если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, то Высоцкий это! Так что все это ерунда, понятно? Я вообще не понимаю, вообще не понимаю, что вами движет, вот ты, что здесь делаешь? В раннем возрасте я перешагнул через мальчика. С тех пор я искитаюсь с этими людьми, чтобы искупить свой грех. Мне кажется, он где-то рядом и мучает меня. Ясно, ясно. Так, ладно, ты вот умная, красивая, что здесь делаешь? Да как-то в детстве я назвала свою подружку дурой. Но я забыла главное. Кто взывается, то ты сам так называется. С тех пор я дура. Да? Да, здесь уже ничего не поможет. Ну, раз ты такой умный, что же ты тогда с нами такими дураками ходишь-то? А? Однажды в автобусе мне попался счастливый билет, но я его не съел. И все равно смог стать счастливым. И тогда я усомнился. Усомнился я, понимаете? Усомнился. Ну, хоть здесь сомнения пройдут, а нет? А во что нам верят-то тогда? А? Ну, во что угодно. Что? В любовь. В любовь. В бружбу. В себя. Смотри, иди сюда. Сюда. Ложись, а ты вставай. Да? Вставай, вставай, быстро. Перешаги его. Давай, перешаги его. А ты расти! 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 Чудо! 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 Вот! Вот! Да во что угодно верить можно! Да хоть в суеверия! А? Но в миру! А? Ладно, не крепляйтесь. Пришли! Пришли ко мне новые суеверия! Расскажи! 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 Но мы же только что обсуждали! Вы же опять ведетесь! Пришли ко мне такие суеверия, что и плюнуть через плечо, и соль бросить, и даже по дереву постучать! Ничего это не поможет нам! Ладно, что там за суеверия? Расскажи! 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 И если люди на сцене в один ряд выстроились, То поклону это алюминий! Дорогие друзья, настало время поговорить об истории и традициях шоу «Стритмаймор». Ага, какие истории? Какие традиции? Это первое шоу. О, есть. Шоу первое, традиция уже есть. Вообще, традиционно, актеры нашего коллектива становятся инженерами. И покупают билеты на концерты, которые проводят другие актеры, Которые не способны быть инженерами. Один из них сейчас сидит в зале, это Юрка Критонов. Вот он! Юра Критонов, преданный зритель. Да, он составил купить билеты на это шоу вжиму. И, что самое важное, дорогие друзья, бабушку и девушку. Что для нас очень важно. Почему важно? Потому что именно сегодня, 30 марта 2016 года, Этой очаровательной паре исполняется 57 лет. 57 лет покруженной жизни. И мы сегодня пришли отмечать его к нам на наш концерт. Критонов. Спасибо вам огромное. Для нас обращаю честь и гордость. Милыш, ты ты селища и я нормально! Люди, что, зарядок нет покупателя? Давай-давай-давай-давай! Давай, 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 давай. Спасибо, я нормально, я нормально. Стой, стой, стой! Юра. Стой. Хотя это без здоровья, да? Без здоровья. Ну, конечно же, не качалось, и можно и здорово, и приходить. Пахилы вынесите Юрию, пожалуйста. О-о-о, Юр, давай-давай, облачайся, облачайся. Давай-давай, я 42-й. Сцена святая, конечно, ну что, что-то грязно будет. Иноторопись. А чё вынесите 41-й, это размер, у него там 49-й. А чё, у пахилов есть? О, у меня пахилы, понимаешь? Всё, иди, иди сюда, Юрия. Всё, молодец. Это Юрий Критонов, актёр, актёр от жилья нашего театра. Юра, ну, раз ещё вы поздравили твою бабушку с деталью, давай ты поможешь нам отыграть в одном номере. Ты же актёр, ты же большая отца. Да, мы поговорим о сложной семейной жизни, о сложной семье, не такой счастливой, как у бабушки с деталью, о сложной семейной жизни. Ты мне поможешь? Давай так, сейчас начинаем свой образ. Ты будешь муж? Ну, ну. Муж, большой муж. Пришёл, по-другому стал. А я буду уже там. Бородатая жена. Ну да, пойдём. А сам, кто тебя без парады, правильно? А вот, сейчас представь, что она с парадой. Давай, иди. Всё, ты готов? Сейчас, иди, заряжайся. АПЛОДИСМЕНТЫ Готов? Готов? Готов. Сейчас, иди, заряжайся. Сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Принимай, так сказать, измученное тело. Бигу-бигу-бигу-бигу-бигу. Здравствуй, благоверный мой. Как звал Валера Дипотеки, а? Ты чё, Мил? Негоже потешаться, наголовно ты живу. Давай-ка мне. Заказывать. Давай-ка ты мне для разгоночки салатика под шубу. Под овечий. Чего? Ну, я спрашиваю, салат вам под какой шубой подавать? Под овечий или под медвежий? Давай-ка. Не дерзи. Записывай. Записывай. На первое, значит, суп-харчок. Я всё видел. На второе. Поросёночка зажаренного с хрустящей корочкой. И биточки, 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 биточки по краям с красной икоркой. И яблоко ему положи. Куда? В рот. Здесь, значит, лососинки настрадали. И долбанинки на долбах. Чего? И чё-ничё, я записываю. Записываю, записываю. Тут, значит, огурчиков маринованных, ну или солёных, мне без разницы, и пельмешка. С дымком сметанки побольше клади не жалей. Ну, всё. Всё? Всё. Сиди. На. Стой. И морсу брюкленного литра. Стой. Два. Э-э, три. Стой. Ну и пожрать, чем принеси. Извольте откушать, смотрите, не обожритесь. А что, сметанки нет? Нет. Нет. А пахнет вроде ничего. Да стараюсь. А выглядит так вообще в произведении искусства. Морс сейчас подавать, а-ля пасля. А чё годить-то? Брюклана всегда, кстати, давай щас. Пожалуйста. Ты чё, милый? А я тебе ещё концертную программу подготовил. Богатина с работы сдала. И первым номером нашей концертной программы Аля Йоганна Себастьяна Отрывок. На! Следующий номер нашей концертной программы Оригинальной Жанры. Первая миниатюра под названием «А не подать ли нам брюквенного уборца?» Ага, чего же не подать? Конечно же буду! И, наконец, из поясни. Ах, за что я тебя полюбила, ярко выраженного дебил? Милка! Чё? Иди-ка сюда. Зачем? Иди-иди! Зачем? Ну, я ж муж твой. А зачем? Потешаться. Потешаться? Ты что, серьезно? Потешаться? О, туда, проходи в спаринг. Тут тень. Иди, иди, иди. В спаринг, прямо в спаринг. Вот, 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 туда. Давай, давай, давай. Давай, давай. И вот правее. Угу. Ложись. Ты что, сдурелся? Что ты делаешь-то? Да, не получается у нас с тобой ничего. Давай еще раз попробуем. Я понял свою ошибку. Давай еще разок. Давай, Юра, давай. Ну, милка, встречай. Муж твой вернулся с тяжелой работы. Устал? Принимай, так сказать, измученное тело. Бегу, 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 бегу. Здравствуй, благоверный мой. Вот так звал, алирать потеть. Орать потеть, конечно. Давай потешаться. Давай потешаться. Давай потешаться. Сядь, туда потешаться. Ты что, ты с работы пришел? Устал? Я для тебя столько вкусненького приготовил. Закачайся. То есть, для начала я тебе помидорчиков порезал. Аккуратненько салатика. Гурчики вот так вот. Укропчик немножко. Паучок вот так вот порезал, порезал. Свету посолил, и я оливнул маску. Красота. А суп, все, погоди, не балуй, не балуй. Суп харчок мой любимый. Вот такой варанью ногу. Три часа варила, варила, варила. Ой, чувачка, твоя картошечка. Я тебе говорю, не балуй. Поросеночек твой любимый, в духовочку положил, гиточки по краям, яблоки и туда, и туда положил. Милка! Достал! Варила, 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 варила. Туда вишенки еще кинула. Вишенки еще против. Милка! Варила, варила, варила. Милка! Песочка туда, песочка, песочка. Милка! Милка! Десертик, вот так, раз коржик. Два коржик, три коржика, и вишенку сверху положила. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ой, а где ты? А ты чё, морста брюквенного не будешь, да? АПЛОДИСМЕНТЫ ГОСПОДИЕ! АПЛОДИСМЕНТЫ ГОСПОДИЕ! да юра да и получается как у нас с тобой семейная жизнь слава богу давай последний раз но чтобы все в зале поняли что это настоящая российская семья а ну да сработать а устал жрать небось хочешь — Потешаться? — Нее-е-е! — А ты? — Нее-е-е! — М-да-а! — Швейтингон — Илья Зумяна! Илья Зумяна! Илья Зумяна! Илья Зумяна! Илья Зумяна! Дело в том, что я нашел выписку, хочу зачитать. Всем же известно слово «Юмор», правда? Всем же оно известно, понятно, а на самом деле, кто не знает, как переводится это слово? Или откуда оно образовалось? Так вот, мы когда подготовлены к шоу, решили выяснить все-таки, а чем мы занимаемся, что такое «Юмор»? Внимание! Что такое «Юмор»? Слово «Юмор», ну понятно, имеет гранитические корни. Значит, в античной медицине состояние человека описывалось соотношение четырех жидкостей. Крови, лимфы, желтые и черные желчи. Которые называли «кумры». Какое отношение так сверху, вообще глобально непонятно. Но! Пошли дальше. Существует пять столиц, которые претендуют название «Юмора». Ну, столицы «Юмора» всего. Как вы думаете, в каких странах и городах может это находиться? Есть варианты? А? Одесса. Одесса, правильно, Украину, да, один из предметов. А есть что варианты? Юрмала. Юрмала? Юрмала. Там, юбка, ходят. Близко к юбороду. Немножечко, но близко. В Азербайджане есть щёки, лещеньки. Но самое то, что у нас за этим писало, так это Польша. Так вот, в Польше есть такой город Ванхоцк. Сейчас снимаем. Ванхоцк. Это город в Польшу входит в свет Токшинское воеводство. Старохордец и Поганск имели статус города сельской кинды. Какое отношение к Плюру имеет, понятия не имею, но на сайте две фотографии. Больше никакой информации об этом городе. А вот теперь самое главное, что можно поразовать. У этого города есть президент. Я не знаю, ничего париться по поводу Александра Украины. У них в Польшу в Польшу есть президент. Поаплодируем за это. Но, самое великое, ни Англия, ни Россия не попали в этот список. Я думаю, что есть смысл исправить это, потому что все-таки такое великое создание, как в том числе и КВН. Здравствуйте. Представьте, да, мы вас все знали. Ваши аплодисменты, друзья мои. Один из самых популярных в своих ведущих, счастливых случаев, я правильно понимаю, программы. Маркин? Владимир? А? Как? Михаил Маркин! Да что ж у меня за счет? Михаил Маркин! Аплодисменты! Так вот. Составляя программу и основу, из-за того, что мы прочитали, тут неожиданно поняли, что юмор разного характера должен быть, наверное. Не обязательно, чтобы это было генерически смешно. Не обязательно, может быть, даже, чтобы это вызывало улыбку. Возможно, чтобы это отчасти еще и вызывало грусть. Именно поэтому мы решили представить следующий номер вашего внимания. Встречайте аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Мы очень давно уже боялись считать себя одной большой семьей, но потому что очень давно мы с другом находимся. Именно по этой причине в финал нашего шоу мы избрали номер, который посвящен исключительно семье. Слушай, Толгарыч, чуть мне как-то... Все, 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 все. Что? Ну, надо как-то... Семья? Да, что-нибудь про семью, что-то такое. Все, все, есть семья. Все. Сейчас я сам все объявлю, лучше получится просто. Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Дети мои! Я собрал вас всех сегодня здесь, потому что вы семья. Сегодня здесь, на шестом и середине седьмого ряда, сидят наши уважаемые гости. Вы купили береги, а они нет. И я цвету, я... Однажды... Не знаю, может этот день никогда не наступил... Мы обратились к шестому и седьмому ряду за помощью. Потому что вы друзья! Семья! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я тебе когда по семью говорю, я не это не уйду. Ты Приходишь в мой дом На сквозь на моей любимой дочь, ты меня не уважаешь! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Идеальная семья! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О! Дружище, ты чё такой грустный? Чё потому что у меня нет семьи? О! Ты попал туда, куда надо! Опа! Семью поможем подобрать, А отчасти будешь ты скакать. Тебе, красавицу, жену я очень быстро подберу, А к ней в придачу сын и дочь, На бать похожая точь-то-очь. Эй! Вот же она! Идеальная семья! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Магазин «Идеальная семья» на Ершова 42 открыт! ТИНЬ! По-моему, это идеальный день для того, Чтобы кого-нибудь продать. Значит так, Я выкуплю вашу компанию И поувольняю вас всех к чёртовой матери, понятно? Так что вы можете знаете, куда идти? Чего плохого? Здравствуйте! Чем я могу быть вам полезен? Ну, я хотел бы приобрести вашу вот эту вот идеальную семью. А позвольте узнать, для чего вам нужна эта идеальная семья? Ну, пусть будет! Квартира у меня есть, деньги есть. Главное, чтоб бизнесу не мешало. Ну, пусть будет, так пусть будет! Ваша идеальная семья! Ну как, по-моему, отлично! По-моему, немного беднит! Как-то... Как-то дёсово это всё смотрится! Да нет уж, поверьте мне, прям по вам сделано! Так что, по рукам! А по чём? Пожалуйста! Мама тысяча, папа двести, дочка по триста! А на сдачу, а на сдачу, и я сына дам! Ну, по рукам! Нельзя для начала некий тест-драйв устроить для вашей идеальной семьи! И такая функция у нас имеется! Прошу за мной в офис! Пойдёмте! Но перед началом тест-драйва я обязан прочесть вам правила техники безопасности. И так, в случае несчастного случая фирма ответственности не несёт за все полученные повреждения, которые вы можете... Иди расписываться! Вот здесь! Да вы просто идеальный клиент! Пожалуйста, начнём! Ну, встречай, семья кормильца! Ты что, сволочь, думаешь, нас купил? Ты думаешь, свои деньги всё решают в этой жизни? А знаешь что? Я ухожу к нему! Пускай он не такой богатый, как ты, зато у нас с ним и любовь! Так, подождите! Это что, не сын? Какой же это все мяч любовник? Ага! До свидания! Так, 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 стоп! Как-то это свидание! Я думал, вы покрепче! Тем более за тест-драйв уже заплачено! Я уверен, вы не хотите потерять свои денежки! Так что давайте-ка соберёмся и... Ну, с новыми силами! Ай! Фух! Ты что? Ты... Ты смешно? Я ухожу! Да я в курсе! Значит так! Ты вари борщ, а ты делай уроки! Поняла? Да как ты сумеешь с ними так разговаривать? С ними же нужно ласково, по-людски! Груди прижал, в семечко поцеловал! Так! Ты кто такой? Я сосед! Ну, иди к себе, сосед! Хорошо? Привет, соседка! Соли не найдётся? Привет, сосед! Найдётся! Сосед! А у нас беда! У нас кран сломался! Э-э-э-э! Ну так-то дети! Ну, с чего бы начать? Ну, ладно! Расскажи, дочка, как прошёл твой день? В шесть утра пробежка! В шесть двадцать провожаем тебя на работу! В шесть тридцать приходит дядя Серёжа со специями! Видимо, он очень хорошо готовит! В семь часов иду в школу! С восьми до двух получаю пятёрки! Прихожу домой переодеться! Дядя Серёжа ещё у нас! Мама говорит, он стилит в парке! В четырнадцать двадцать – вальный танец! В семнадцать сорок – художественная школа! В двадцать десять – курсы языков мира! В двадцать один двадцать дядя Серёжа собирает меня домой! В двадцать один сорок – приходишь ты! Угу! Молодец, дочка! Вот! Папина гордость, между прочим! Эй, сосед! Ну-ка, дай сигарету! А я не курю! Я курю! Эй, сосед! Представь! Эй, сосед! Моя дочь – курица! Папина гордость! А что ты мне сделаешь? Ты же мне не родной! У вас прекрасная дочь? Да я тебе сейчас и ремня вшиплю неродной! А ну-ка, ребята, ты его не трогаешь? Настая работа! А что ты? Стой! Стой! Скидывай! Я с деньгой дочь на работе – главное – и прекрасно! Ну и как бы мы до этого докатились? Столько прожили душа в душу! А вообще, ты помнишь, когда у нас с тобой годовщина? А когда у меня день рождения? 24 сентября, 6 марта! Не стыдно? Да ж сосед все помнит! Да, а чего я переживаю-то? Мы знакомы-то минут пять от силы! Это вообще все не по-настоящему, бред какой-то! То есть мы для тебя не по-настоящему, да? Разводимся! По решению суда, половина вашего имущества переходит к вашей жене. А вторая половина вашей дочери, поздравляю вас с альсичем! Алименты! У вас прекрасная жена! У вас прекрасная жена! Алименты! У вас прекрасная жена! Алименты! У вас прекрасная жена! Ну-ну-ну! Спокойней, спокойней! Ничего страшного не произошло! Бывают взрослые люди без семьи, это нормально в наше время. Так что не расстраивайтесь! Может быть, семья это не ваша, это всё-таки не миллиончики зарабатывать. Но вон дверь, вступайте с миром, всё в порядке! Ну уж нет! Я тест-драйв оплачивал. Ты что? А чё ты так рано с работы вернулся? У тебя ж там, как обычно, полный завал. Ничего, работа подождёт. А ты сосед... А я не сосед, я её любовника, она курит. Да я в курсе. Шёл бы и заводил свою семью. А ты, доченька, ты давай на завтра планы не строить. Вот что ты хочешь? Курить! Я не так спросил, куда ты завтра ходишь? В Тесне ММ. А! Хорошая семья! Вы знаете, мне всё понравилось. Беру, беру. Ну что, семья, встречай кормильца. О, я смотрю, сыночка добавили, да? Ух, богатый! А сыночек-то с характера! Это кто такой? А это второй покупатель. Вы знаете, меня всё устраивает, я думаю, по цене мы с вами договоримся. Даю в два раза больше! В три! В пять! А знаете что? А я не буду торговаться! Я лучше эти деньги на семью потрачу. Слабак! В десять раз! Ты что, сволочь, думаешь, нас купил? Ты думаешь, твои деньги все решают твою жизнь? А знаешь что? Мы уходим к нему! Пускай он не такой богатый, как ты, Зато он нас любит! Да ты! О, как же она! Любит моя моя семья! Дамы и господа! Дорогие друзья! Не всё в этом шоу пошло, как мы хотим! Я тоже не работаю! Дамы и господа! Дорогие друзья! Друзья! Не дамы и господа! Спасибо вам огромное, что пришли на наш первый кривой эксперимент! Шоу! Сдвиг! По юмору! Спасибо вам! Голос-темья! Джейс Вечер! Судейшинский театр, сразу же меня кур! Сдвиг по факту! Возвученная группа! Привет! Огромная благодарность! И за нас спасибо за внимание! Еду в вес на 30-м шляпе! Спасибо, ребята! Центр служитий за мной! Точка ОД! Спасибо вам огромное! За нашу помощь! И, конечно, спасибо огромное! Тебе, господа и зрителей, за то, что ты за счет за эти полтора часа! Сдвиг! Тот, которые вы не знали, получили три минуты и большие друзья мои! Внимание на экран! Сдвиг! 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 1969 года, в двух километрах от Лаусской границы, часть из-за первой пехотной единицы американской армии продвигаются к высоте 937. Для них это простая разведка. Для веткомбанцев высота 937 – стратегический пункт обороны. Они будут оказывать героическое сопротивление в течение девяти дней. Этот фильм рассказывает не о них. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, и молодцы, что вы присидели до этого момента. Друзья мои, я вас уверяю, вы не пожалеете. Итак, вынимаем. Мы перед началом нашего шоу «Сдвиг пою» провели небольшой психологический опрос среди вас, уважаемых зрителей. Так вы знаете, насколько хорошо вы знаете наш коллектив. Поэтому, внимательно, идем в наступление, узнаем вопрос на разе. Поехали. Так, внимательно. Вот на ваш взгляд, какая должна прозвучать финальная песня «Шоу с деть пою»? Ваш вариант был, потому что мы уже устали голову ломать, какая должна прозвучать песня. Может, вы нам поможете? Я на воду поворожу, о тебе хочу узнать. А тут и в небе радуга проснется. В паре выкузнился дечит, а на гуках сердце дечит. В господь мы подошли из-за угла. Мама Люба, давай, давай, давай. Если с другом еще хоть веселей дорога, А пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Наверное, это будет печальный ответ. Мы ходим к талибовам попить и поесть. Я не просто. Перед началом нашего шоу мы спросили у вас, уважаемые зрители, Чего же вы ожидаете от сегодняшнего шоу? Если ваши надежды оправдались, То тогда можно подавляться. Если не оправдались, тогда смотрите, Чего же вы ожидали. Смотрим? Чудес. А еще... А нет уже в спальне, за что нам ждать? Неожиданностей. Много елок. Вот прям, чтобы везде, вот везде, прям счастье. В спальне, за что нам ждать? Крови беспощадно рвать в клочья тушу. Крови бухай. Неожиданно. А нет уже в спальне, за что нам ждать? Бухай. Полный ключик. Заработать деньги, так же, как и все стороны. Они должны, вот, скучно, бесполезно провождать. Девушкам цветы не только 8 марта, но каждый день. Улучшение, коммунолетное хозяйство. Должны спровоцировать всех, как раз таки, работников, которые являются этим годом, расти. То есть мы должны вырасти за год до следующего уровня, как раз таки, скучно, бесполезно провождать. Сделается все для молодежных и детей. Конечно, предупреждать наши дарные студии. Ну, чтобы свет был у всех. И в душе было светло, и в мыслях. Ну, это будет печальный ответ. Мы ходим к талибовам попить. И поесть. Я не просто. Что? Куда? Нас сбит по юмору? Хм. А сколько, по-вашему, должно стоить билеты на шоу сбить по юмору? Ну, где-то, как батон хлеба, но поменьше. В нынешней кризисной ситуации цены поднялись, поэтому я так думаю, что около 800 тысяч легко. 150, 60, 200, 300, нет, не шучу. А, ну, 150 тысяч, 150 лет. В районе 10 миллионов долларов. Ну, я не знаю, нормально ли это. Вообще-то, с этим кофе должен быть бесплатно. 74 тысячи рублей. Ну, рублей 150. Ну, тысячи где-то 100, наверное. Я на Вьетнамску рублей за 500 видел. Чуть-чуть больше, чем варка, большой. Или один за целую любимого. Одна самая кризиса без руки хороша. Очень долго, очень долго. И любое творчество, которое касается хореографии, оно обязательно должно быть очень хорошо. О, 29, если купить, будет 22, если купить с черного рынка, стоит 17. 8 тысяч. Почти бесплатно. 70 тысяч рублей. 30 рублей. 30 рублей. 50, да. Нет, ну, это был печальный ответ. Выходит, кто-либо попить и поесть. Да, спасибо. А, ну, это не стоит у этого мальчишка, да, у которого многие не привлекут. Да, да. Хорошо, да, он хорошо, хорошо. Ну, у меня сам делал, собственно, следующий вопрос. Посмотрите на себя, как вы будете выглядеть, покидая зал молодёжного центра, как у вас после нашего шоу «Злик по йогу». Смотрите на себя, веселитесь, друзья! Смотрите на себя, веселитесь, друзья! Смотрите на себя, веселитесь, друзья! Спасибо, друзья! Вместе вам поклон! Крутимся на наше следующее шоу «Через по дорогам!» Спасибо! 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 Спасибо!